Добрый вечер! Вы знаете что? Покажите, пожалуйста, ваши руки. Вот протяните. Я хочу, чтобы крупно показали руки, потому что мне ужасно понравилась статья Марианы Гончаровой, которая сказала, что руки Батвина вообще-то национальное достояние и что их нужно охранять, вообще беречь. Ну, в самом деле. А вы чувствуете, что вы народное национальное достояние? Вот по тому, по отношению. Ну, я это, наверное, чувствую за рубежом. Точно чувствую. Дело в том, что сколько раз я и читал о себе и слышал о том, что я лучший посол Украины и так далее. То есть, ну, в принципе, видите, действительно. Вот я, допустим, выступал уже в 43 странах мира. Да, я ведь везде выступаю под, как бы, ну, не под украинским флагом, но, во всяком случае, везде написано, что я из Украины. Ну, Украина. То есть, и как бы, ну, это действительно вот те музыканты, допустим, те какие-то деятели культуры, которым удается, ну, получить признание за рубежом, это лучшие послы своей страны. И в данном случае как раз действительно, ну, мне кажется, что вот к нам, к этим, может быть, немногим людям, которые это делают постоянно, долго и так успешно, государство могло бы проявить это больше внимания. Больше внимания, вообще уважения, да, любви. Да, ну, вот. То есть, есть вот, вот есть вот то, так сказать, что вот здесь вот, ну, как-то немножечко, ну, обидно. Я имею в виду, вот не только за себя, вы рассказывали мне о своем учителе в консерватории. Я сейчас фамилию. Анатолий Александрович Кардашов. Кардашов. Вы сказали, ему 78 лет, по большому счету он забыт. А когда появится такой Кардашов, следующий? Ну, да, я все время говорю, везде профессор, а вот он даже не профессор. На самом деле он народный профессор, но ему, как бы, не дали звание профессора, потому что сначала это было сложно, потом, как бы, а он человек очень скромный, ему это не нужно, потому что, допустим, хотя это человек, который, допустим, вот в 70-80-е годы, он вел на себе, во-первых, всю фортепианную кафедру, то есть весь пианизм, как бы, Одесса был на нем. Он был завкафедрой, он был проректором по учебной работе. В то время это был один проект. То есть, значит, что он практически вел всю консерваторию лет 20. И он не профессор. Ну, вот это вот отношение, вообще, в принципе, это один из примеров отношения государства и чиновников к своим, тем людям, которые сделали, ну, просто, ну, невероятно. Вот он, как бы, был одним из тех, который больше всех влиял на то, что вот уровень, там, пианизма Одесского, он очень высокий, до сих пор еще остается. Вот он был, ну, лет 20 ключевым звеном в этом. И, как бы, государство его забыло. Да, ну, вот он, человек настолько духовно продвинутый, вот он преподает до сих пор, его полный класс, ему совершенно не нужны все эти, как бы, он считает это на сны и так далее. Но вот мне, как человеку со стороны, не просто обидно, мне это дико и непонятно. И потом, наверное, вам все-таки обидно, если вы скажете, сколько получает профессор, мне профессор Кардашов, сколько он получает, какая у него пенсия или зарплата. Ну, да, тоже, это совершенно вещи несопоставимые с тем, что есть во всем цивилизованном мире. И с тем, что он приносит вообще вот этой стране. Да, а что приносит этой стране, я могу сказать. Вот, допустим, вот такой пример, я вот был сейчас на гастроли, в частности, в Швейцарии. У меня был, вот поверите или нет, вот действительно, true story. Еду я, значит, вот на запись там, мне нужно было записывать там для диска на студию. Ну, просто адрес некий назвал, значит, еду в одну сторону. Вот таксист едет, и он слушает Моцарта, концерт ферлепиано. Я говорю, вы знаете, что вы слушаете? Да, конечно, я всегда слушаю классику. Таксист. Теперь слушайте дальше, значит. А, кстати, когда он меня привез, о, это студия, так вы, наверное, будете записываться, да, да, ну, ладно, значит, такой любитель. Обратно меня забирает человек, тоже не знает, что студия, просто едет. Вот. И слышит у меня акцент такой, вы откуда? Я говорю, тогда я из Одессы. Из Одессы, это же город Гильльса и Рихтера, говорит мне таксист. И говорит, вы знаете, я предпочитаю Рихтера все-таки, он мне больше нравится, чем Гильльс. Таксист в Швейцарии. Это правда. Правдивая история. То есть это так убедительно, когда вы говорите, когда мы говорим о том, что уровень вообще духовности падает, о том, да? Да. То есть вот это убеждает. Вот меня, вот то, что таксист слушал Моцарта, а обратно сказал... Другой слушает, это два разных таксиста. Так вот, Одесса остается, я все время говорил, и повторяю, брендом в мире, прежде всего, классической музыки. И вот эти три фамилии, Рихтер, Гильльс и Ойстрах, это вот бренд Одессы 20 века, который знают везде, в Азии, в Европе, таксисты, пультуки, люди, этакие, еще знают путенковскую лестницу. Но больше всего впечатляет, что три самых великих советских музыканта происхождением из Одессы, как бы они считают. То есть что-то, значит, такое есть в этом городе. Есть, конечно, в этом городе, но используем ли мы этот бренд? Совершенно, совершенно не используем. Вот уже 20 лет независимости не используем. Я хочу вернуться к рукам опять Ботвиновой и хочу еще вспомнить замечательную фразу Гончарова сказала, что почему все-таки символом Украины является смешная тетенька со звездой во лбу, но имеется в виду Верка Сердючка, а не Ботвиновой. То есть не музыканты великие, знаменитые, не артисты и так далее. И сейчас мы послушаем для того, чтобы вот руки, мы сейчас послушаем, пожалуйста, весенние воды. Ребята, поставьте нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алексей, всего две минуты продолжается. Вы знаете, это ведь романс для голоса фортепиано, знаменитые весенние воды. Он мне так всегда нравился, просто безумно. Я его с детства слушал, моя мама аккомпанировала, пели разные певцы. И потом я просто сделал вот эту транскрипцию для сольного фортепиано. И играю почти во всех концертах, ну, очень нравится. Мне так хочется рассказать, что когда вот вы впервые, вот я не знаю, впервые или нет, в общем-то, вот вы что-то сыграли, я не знаю, в Берлине, вот, и вам сразу же предложили работать вместе. То есть, вот, да? То есть, вот, ну, вы сказали, что вы вот к этому приглашению вышли 10 лет. Ну, вот все, своя музыка. Ну, да, это, наверное... То есть, контракт сразу предложили. Да, это было, да, то есть, я работал уже на Западе плотно так лет 10. Вот, у меня были разные агенты, как вы понимаете, вот, и все развивалось достаточно хорошо. Но вот именно когда у меня было хорошее выступление в Берлине, вот, случилось так, что пригласили вот на этот концерт такой руководители агентства Ханс Адлер. Это такое знаменитое очень агентство, с ними еще Караян работал, они, это такой фамильный, семейный бизнес с 1918 года. И вот они к мне подошли, и меня тут же взяли, как бы, к себе. Я там до сих пор нахожусь, это очень, очень почетно на самом деле, потому что это одно из ведущих мировых агентств, и там пианистов всего меньше 10 человек, в том числе и Даниил Барренбойн, и так далее, то есть, ну, такие самые ведущие. А мне так хочется еще такой вот лирики, вот, всего 7 нот, потом я подумала, 7 цветов радуги, что-то есть такое магическое. Ну, вот, на самом деле, на самом деле, как вы думаете, мы с вами говорили о том, что Бог есть, вот, Он есть. Для чего Он музыку дал людям? Ну, видимо, там, где кончаются слова, когда они уже бессильны, выразить какие-то чувства, там может выразить их, наверное, только музыка. Вот, ну, мне кажется, что вот, если искусство, это одно из самых высоких возможностей проявления человеческого духа, его общения, да, и с Богом, и вообще в обществе, то для меня музыка, это, безусловно, самый высокий вид искусства. Ну, кстати, многие философы анализировали. Что музыка самый высокий. Да, да, многие философы анализировали, приходили к выводу, что самый высокий по своей абстрактности, по комплексности задач и воздействию на людей остается музыка. Я вспомнила, я так подумала, что каким-то образом с математикой, то есть, мне кажется, вообще вот в мире, ведь там же нет разделения где-то в таком, да, на музыку, на живопись, на химию, на физику, там все-все-все взаимосвязано. Да, но, кстати говоря, с математикой есть особая связь, потому что, во-первых, музыка очень математична по своей сути, там, и чисто физически, там, абертонам, но и по построению. Вот, допустим, там, фуги Баха, они очень четко подчиняются каким-то математическим законам и законам золотого сечения и так далее. Интересно вот, что среди ломбелевских лауреатов-математиков, там, 97 или 98 процентов, они очень хорошо играют на каких-то музыкальных инструментах. Вот тоже Эйнштейн, тоже играл. А Эйнштейн, по-моему, сказал, что если бы не Бах, он бы не отказал, что Е равно МЦ в квадрате. Безусловно, да, да, это особое отношение между математикой и музыкой. Я, кстати, немножко по себе могу сказать, я просто безумно любил математику вот в школе, потом, когда я ушел в консерваторию, мне ужасно не хватало математических задач. То есть есть какая-то такая взаимосвязь, которую еще никто... Абсолютно, это абсолютно точно, абсолютно точно. Абсолютно, что я вот снимала недавно профессора математики, и он перед этим сидел, старенький профессор математики, он сидел там какие-то дома, какие-то формулы свои решал, а у него тут был включен музыка, и там, я не знаю, все эти русские оперы, музыка. То есть это было так замечательно, и там, конечно, я много раз слышал и от очевидцев, и читал о том, что вот именно эти великие математики, эти гениальные математики мировые, они с особым совершенно аппетитом относятся к классической музыке, и для них вот Бах – это практически Бог. Отсюда один сказал, я не верю в Бога, но Бах – это Бог. Будь вашей волей, вот что бы вы сделали для улучшения, скажем, мы не говорим о жизни в одной отдельной стране, но мы будем говорить об этом, но для улучшения вообще человечества. Вот ваша воля, вот Батвинов волшебной палочкой, что он делает? Как? Вот чтобы, я не знаю, через музыку? Ну да, ну поддерживать как-то, поддерживать классическую музыку, ну вот мы все восхищаемся эпохой итальянского возрождения, да, ну вот до сих пор сейчас вот любая выставка, там, Ленардо да Винчи, или там, Беллини, или Тинтеретто собирает колоссальные деньги, то есть это уже бизнес пошел, потрясающе. Они написали картины, это колоссальный бизнес, и Венеция просто потому, что она стоит, только видите, как стоит, опять, сколько там миллионов людей туда приезжают смотреть. А что такое, собственно говоря, итальянское возрождение? Это прежде всего расцвет искусств. И все эти искусства колоссально поддерживались сильными мира того. То есть, ну, мы же знаем, что всех, так сказать, великих, зодчих, всех была колоссальная поддержка. Они не задумывались на то, что на хлебе насущном, у них была просто зеленая дорога, делая, что хочешь. Да, меценатство было. Сейчас мир стал очень материально зациклен. В результате, про нашу страну вообще просто молчу, но вообще во всем мире, как бы, считают очень прибыль, деньги, причем прибыль должна прийти буквально на следующий день, да, и таким образом не отбивается. Классическая музыка не может вот так моментально отбиться, так же, как классическая живопись. Ну, мы же видим, например, вот эпоха возрождения когда была, а сейчас какая-то прибыль. То есть, нужно чуть-чуть вперед посмотреть. И посмотреть о том, что если будем считать только денег, в конце концов, общество станет таким, что все закончится войнами, склоками и просто развалом. А классическая музыка, она помогает цементировать нормальный климат в обществе, в любом. То есть, когда я вас спрашивала, я вот и хотела, чтобы вы мне сказали, что было бы, если бы, ну, было бы очень много классической музыки, если бы она звучала, то есть, если бы ее слушали вот так, как таксист. Она лечит душу. Вот звучит очень так сентиментально, но это правда. Она лечит душу и в прямом, и в переносном смысле. А почему новорожденным нужно слушать, включать, ставить Моцарта? Это я где-то прочитала. Это многократно, ну, есть много разных, из разных стран исследований о том, что если вот мама, когда, будущая мама слушает Моцарта во время самих родов слушает, опять же, Моцарта, как наиболее такого, ну, сбалансированного, гармоничного, прекрасного композитора, то там получается значительно все лучше в плане здоровья ребенка. Это доказано многократно. И здоровье, и, наверное, интеллектуальную способность. Естественно, это само собой. Когда мы говорим о, допустим, почему в Китае сейчас колоссальный бум игры на фортепиано. Вот, казалось бы, Китай, да? Страна, которая так бешено развивается, но Моцарта тоже найдет как бы по таким капиталистическим, очень жестким рамкам. То есть у них сейчас бум? Это не просто бум, это просто что-то невозможное. То есть у них все дети? Потому что все, кто может себе позволить, и кто еще попадет в музыкальную школу, вы представляете себе, когда открывается новая музыкальная школа, набор, там люди стоят, родители по два-три дня, то есть суток вот так стоят в очереди, чтобы как туда подать заявку, потом конкурс, чтобы ребенок попал. То есть невозможно попасть, чтобы учиться игре на фортепиано. Казалось бы, они что, хотят весь мир завоевать пианистами? Нет. Они хотят, чтобы общество лучше развивалось. Потому что доказано, что ребенок, который позанимался на рояле лет 5-7, и не позанимался он же, так вот, преференции большие. То есть он больше раскрывает свой внутренний потенциал, который может потом проявиться где угодно. В компьютерных, не знаю, там в бизнесе, где угодно. Не обязательно в пианизме. Человеческие мозги, координация движений с пальцами, что сейчас очень важно на компьютерах, и вообще общее развитие человека становится, ну, значительно более высоким. Потому что игра на рояле, это может быть самое сложное, что есть вообще в принципе из занятий, которые связаны и с мозгом, и с какой-то физической деятельностью, которая на данном месте существует. Рассказывает. Это правда. Это правда, и поэтому мы знаем, что Китай – это управляемое государство на данный момент. И вот эти, мы же понимаем, что это умные люди управляют, потому что успехи колоссальны в последние десятилетия. Они просто узнали о том, что это доказанные факты. И они дали указание всем учить своих детей и грен на рояле. То есть они не хотят смотреть далеко вперед. Наверное, это какое-то у них такое качество. На данный момент то, что я вижу, это как угодно можно расценивать, но будущее, ближайшие лет 50, человечество, безусловно, за Китаем. Он делает наиболее правильные вещи. Если человечество выживет, это больной вопрос. Ну, будем надеяться, что выживет, но… У меня к вам масса вопросов. Я боюсь, что забуду какой-то. Я хочу спросить про консерваторию. Что? Вот вы говорили, что нужно обязательно поговорить о консерватории, об Одесской. Нет, ну… Одесская консерватория… Это же было очень-очень-очень высокого уровня вообще, да, было? Ну, в принципе, и есть. Одесская консерватория в годы, вот, допустим, советские была, ну, реально третьей после Московской и Питерской. И то могла бы быть конкурировать, если бы лучше люди не уезжали. Вот мне Поливанова недавно столько горечо говорила, что вот сейчас стоит вопрос об увольнениях, о сокращениях, там, зарплаты вообще. И она, так сказать, там, я не знаю, в каком-то совете, она говорит, что это ей так больно, ужас. Ну, тут укомплексные вопросы. В принципе, это большая достаточно, конечно, тема. Я могу сказать, что, кстати говоря, я ведь, когда был студентом третьего курса консерватории и вот стал лауреатом этого конкурса Рахманинова, это же было такое событие и для Одессы, и для Украины на тот момент. Это был еще Советский Союз. Потому что, я просто хочу объяснить тем, кто смотрит наши передачи сейчас, я вот на своих концертах, я просто прошу не называть меня лауреатом никаких конкурсов. Почему? Потому что звание-то девальвировалось. Потому что сейчас, в принципе, каждый день где-то в мире открывается несколько конкурсов, в том числе и в нашей стране, и где угодно. То есть конкурсов стало очень много. И, в принципе, соответственно, их уровень недостаточно высокий. В советское время была система очень жесткая. Там, значит, конкурс проводился всесоюзный раз в четыре года. И вот представьте себе, чтобы попасть на всесоюзный конкурс раз в четыре года, со всего Союза сначала проводились конкурсы, допустим, вот в Украине. Сначала я должен был выиграть этот конкурс всеукраинский, что я, значит, выиграл. Потом, значит, еще второго там нам добавили, два человека из Украины поехало на этот конкурс в Москву. Вот. Значит, и я получил там третье место. Значит, до меня лауреатом всесоюзного конкурса пианистов не из Москвы и Петербурга становился 50 лет назад Гильевс. Больше никто из провинции за все эти годы не получал звание. Из провинции. Вот. Соответственно, да, ну, как бы считать, ну, в Одессе так называются провинции. Вот. То есть вот такой был сенсационный успех. Вот. В консерватории я тоже стал ленинским стипендиатом, закончил консерваторию на годы раньше за четыре года. То есть, в общем, это был такой действительно фурор на самом деле. Слава Богу, что у меня, так сказать, крыша не поехала, я остался нормальным человеком, не зазнал. Да, крыша у вас не поехала, я хотела вам об этом сказать. Вот. Так я хочу сказать, что вот я сейчас посмотрел, мне сказали, что вышел новый сайт консерватории. Я посмотрел очень внимательно, там нет упоминания моей фамилии вообще. Через год будет сто лет для консерватории, причем оно совпадает с моим днём рождения. Я практически уверен, что я буду не приглашён ни в ком виде там участвовать. Ну, я там не преподаю, потому что я преподавать сейчас там не могу, у меня нет времени. Я преподавал, кстати говоря, после своего успеха на конкурсе в Москве, я 7 лет преподавал. Ну, что же выпускник. И выпускник, скажем, уже с мировым именем. Ну, вот если, вот мы возвращаемся опять к этой ситуации, что нет пророков в своём Отечестве. Вот, если как бы не очень это интересно, не очень это нужно, если, вот, то получается, что вот все эти проблемы, они потом из этого вырастают. Если мы не можем сами ценить своё то, что есть. То есть, все уже знают, это общее слово, что когда ты уехал куда-то, ты там делаешь себе карьеру, здесь сделать карьеру не можешь. Но мне в каком-то смысле удалось как бы в советское время сделать карьеру отсюда. Вот. Но всё равно как бы это не производит такого впечатления, чтобы людей здесь поддерживали, которые хотят что-то делать в том числе и в Одессе, а не только за рубежом. Ну, это же неправильно, это неправильно. Ну, верно. То есть нужно, чтобы обязательно консерватория знала и помнила, что вот Ботвинов, так же как Оистрах и Гейлильс. То есть, да? Я хочу показать, у нас есть такой ролик презентационный, мне очень захотелось его показать. Там, в общем-то, всё говорится о Ботвинове очень кратко. Покажите, пожалуйста. Алексей Ботвинов сейчас находится в рассвете своей мировой карьеры. Ботвинов – один из лучших интерпретаторов Рахманинова нашего времени. Как хорошо, что есть такие артисты. Немного пианиста в мире имеет технический уровень и эмоциональную глубину Ботвинова. Он поразил нашу публику. Игра украинского пианиста стала сенсацией. Его признали одним из лучших в мире исполнителей Рахманинова и Баха. Имя Алексея Ботвинова знает более чем в 30 странах мира. В 1983-м он был самым молодым лауреатом первого всесоюзного конкурса имени Рахманинова. В начале 90-х музыкант переехал в швейцарский Цюрих. Оттуда и объехал весь мир. В 2008-м году возник мультимедийный проект «Визуальная реальность музыки. Соединение классики и видеоинсталляции». Совместное творчество великого музыканта и лучших биджеев Украины. Образы подбирали долго и основательно, неоднократно возвращаясь к каждой детали. Первый концерт дали в Одессе, а потом Алексея Ботвинова встречала вся страна. Самое грандиозное выступление состоялось в центре православного Киева на Софиевской площади. Классичная музыка просто небо. Чи не вперше в Украине влаштували майдановый концерт классической музыки. Для посиления вражений на великому экране были еще и визуальные образы. То есть вышла, как бы говорить, визуальная реальность музыки. Новая идея шоу влаштувала... ...святого зерка, известный пианист Алексей Ботвинов. О новом революционном проекте Алексея Ботвинова говорила вся музыкальная Украина. Телевидение, газеты, центральные и местные сообщали, анализировали, наслаждались. Практика выступлений показала, что идея соединения классической музыки и видеоинсталляции пользуется огромным успехом не только среди искушенных ценителей виртуозной игры, но и делает высокую музыку более доступной и интересной современной молодежи. Молодежи на украинских концертах было и правда много. В общей сложности визуализацию музыки увидели почти 10 тысяч человек. Подавляющее большинство было в полном восторге. О чем это говорит? О полной победе той идеи, которая изначально была в этом проекте. Весной 2010-го Алексей Ботвинов продолжит выступление по стране. В планах до 10 концертов в разных городах Украины. Узнать о том, какой видит классику Алексей Ботвинов, хотят и за границей. Визуальную реальность музыки будет изучать весь мир уже в нынешнем году. Организаторы проекта готовы к переговорам. Увидев музыку, вы услышите свет. Раз мы уже перешли вот к этой теме, визуальная реальность музыки, то скажите мне, пожалуйста, у этой вот идеи больше противников или больше сторонников? Ну, я бы сказал, противники есть, наверное, все-таки только среди какой-то части, скажем, моих коллег, то есть классических музыкантов или педагогов. То есть это очень консервативный настроек? Да, у нас есть такой вот, на мой взгляд, минус. Вообще среда классических музыкантов достаточно консервативна. И это мне представляется опасностью определенной для вообще классической музыки. А почему опасность? Ну, потому что мир, он у нас стремительно меняется, он становится компьютеризированным. Там вообще в нашем мире как бы и мобильная технология. У нас мышление, наверное, правда, убыстряется все. Это факт, собственно говоря. И не реагировать на это просто, ну, глупо, ну, нельзя оставаться за... Вообще, для чего существует классическая музыка? Это как новая форма, да? Безусловно. Она всегда, музыка была не только, ну, с самовыражением композитором, но и способом коммуникации между людьми. А поскольку сейчас коммуникация стала другой, соответственно, и методы подачи ее могут становиться и должны становиться другими. То есть нужно каких-то переводчиков, да? Которые как-то быстрее донесут, да? Во всем мире сейчас это поняли, и этот процесс происходит. Вот. Ну, сопротивляется именно, как бы, те, кто должны быть в первых рядах. Больше всего. Вот именно, как бы, чаще всего именно мои коллеги. Вот. Но что касается, допустим, молодежи, там, или представителей, допустим, масс-медиа, ну, вообще широкой, нормальной, скажем, ну, вот, скажем, просто публики, вот, простой публики, то всем это очень нравится. Вот смотрите, вы могли оставаться просто музыкантом. У вас уже уровень, у вас уже имя мировое. Ну, вот почему-то, вот, вот вы, то есть зачем вы занимаетесь, скажем, просветительством? Вот я поняла, чем вы занимаетесь. Для чего? То есть вы могли так себе спокойненько пожинать уже, ну, эти вот лавры. Ну, я, наверное, такой беспокойный человек. Мне все время хочется что-то новое открыть. Мне даже то, что я очень люблю, вот, мне хочется все время к этому добавить что-то новое. И чтобы было больше людей, которые любили то, что вы любите. Да, во-первых, мне хочется, да, мне очень хочется действительно вот поделиться вот с тем, что я люблю, как можно большим количеством людей. Поэтому возникают эти проекты вот и с театром, и там, на грани вместе с джазом, и с балетом, и вообще вот как бы для молодежи проекты. Просто потому, что мне хочется как можно больше людей заразить, в хорошем смысле слова. А вот это давно вот вдруг вот так вот возникло вот в голове? Вот сначала просто экран? Недавно. Можно сказать, что вот это вот все, у меня вот все другой мой, вот, жизненный этап, я могу сказать, связанный с ним, что я какие-то генерирую идеи, воплощаю их необычные, новаторские. Где-то лет 5-6 назад он как-то начался, и вот продолжается, я так понимаю, что будет продолжаться достаточно долго. А вот как вы чувствуете, у каждого, у каждой ноты есть свой цвет? Вы это чувствуете? Вы это видите? Я бы не сказал, это, об этом говорил Скрябин. Скрябин, да. Вот. Мне представляется, что все-таки... И он там как-то, уже какую-то даже таблицу. Да, у него была точка на каждую ноту, там, цвет. Мне кажется, что это достаточно просто примитив. Дело в том, что когда жил Скрябин, не было кино, только началось там кино, да, можно сказать, что его не было. Ни цветного кино, ни компьютеров. А вот его поэму «Агния», наверное, тоже принимали в штыки? Ну, конечно, он был новатором, и все, очень сложно, там, ему было последние годы жизни, когда именно вот его эти открытия были. Он ведь мечтал о мистерии. То есть что это такое? Вот его главная задача была. Он думал, что если он сделает мистерию, то мир изменится вообще. То есть это должно было некое такое действие, где будет музыка, свет, вот. Еще он хотел невиданные какие-то еще вещи, эффекты. Такое воздействие на человека со всех сторон. Да. Ну, собственно говоря, это некий вот такой, скажем, продукт сценическо-музыкально-театральный, который должен сильно воздействовать на людей или призывать их к чему-то хорошему. Хорошему. Да, но это ведь даже самое лучшее сейчас спектакль, я не хочу сказать шоу, потому что это спектакль «Цирка де Сорей», самое лучшее, вот, два-три последних, это действительно вот это некие мистерии, это совершенно фантастический прорыв в высокой культуре, я считаю. Потому что это уже совершенно не цирк. Это некое сценическое действие, вот их последние три шоу, Ка, О и Лав, которые вот идут в Лас-Вегаси, специально построенных театрах, конечно. То есть сделан театр, строится только под одно шоу, в котором сочетаются все возможные виды воздействия на человека. А идеи какие-то очень светлые, добрые, то есть это те же самые идеи, которые рассматриваются и в классической музыке, и в классическом театре. Вот, так сказать, там в это вложены миллиарды просто, миллиарды, каждый театр стоит не меньше двух миллиардов долларов для того, чтобы создать некое вот такое действие. И люди ходят, естественно. То есть, в принципе, в людях совершенно никуда не делись вот эти вот идеи добра, света, тепла. Ну вот еще вот то, что вы постоянно хотите делать концерты на воздухе, он эля, да? Да, конечно, потому что это тоже особая вещь. Люди ходят, мешают, кашляют, это вам... Ну какой? Ну вот сейчас последний был концерт на День города, который вот при участии в управлении культуры и нашей мэрии был организован в Горсаду. Концерт Моцарта с оркестром, было и сольное произведение. Вот, и там, на самом деле, так красиво, люди стояли, там, к сожалению, не было запланировано сетячих мест, люди стояли там час-двадцать минут, никуда не расходились, прекрасно принимали. А у меня есть такая замечательная запись из Фейсбука, сейчас я попробую найти. Значит, кто-то писал, концерт Горсаду, Моцарт, и люди застыли в восторге. Как важно, как нужно сегодня, когда жизнь испытывает нас на прочность. Восторг души и упоение. Это кто-то из зрителей написал вот первого же сентября. А я сейчас хочу показать концерт не в Одессе, а в Киеве, тоже снятый, наверное, на мобильный телефон. И мне там качество плохое, то есть я извиняюсь перед зрителями, но мне кажется, что это тоже так здорово. На мобильный телефон, то есть человек простоял и прослушал. Покажите, пожалуйста, там кашель, там разговоры, концерт в Киеве на Софиевской площади. Покажите, что в Киеве, как культурной столице, не хватает очень подобных событий. Как правило, в Киеве возникают фестиваля электронной музыки, рок-фестиваля. А вот, вправді, классных событий можно пророковать по пальцам, чтобы были доступны в массовой аудитории. Покажите, что в Киеве возникают фестиваля электронной музыки. Классика ОПЕК. Классика ОПЕК. Михаил Михайлович, подвеси, Игорь. КОНЕЦ 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 Это нормально, что вот оттуда вот изнутри, вот мы показали, вот там толпа, живая толпа дышит, ходит, разговаривает. Вас это никак не смущает? Нет, ну там было здорово. На самом деле это вот на Украине, наверное, самая моя яркая культурная акция вообще за все годы. Вот, произошла она в Киев, произошла она абсолютно без государственной поддержки. Вот это вот, вот эта акция. Да, это же в Софийской площади. И там в Министерстве культуры... Без господдержки? Нет, нет, в Министерстве культуры не заинтересованы в этом почему-то. Ни тогда не было, никогда, после этого спрашивала их, может быть, продолжить. Я хочу, чтобы немножко внятнее, потому что вы говорите скороговоркой, я хотела, чтобы вы услышали, что без всякой поддержки, это энтузиазм. Это был энтузиазм, это были какие-то бизнесмены, причем это не был большой какой-то там концерн, это было 10 или 15 разных бизнес-людей. Мы были из Киева, которые поддержали, сделали возможным произведение этой акции, которая, естественно, дорогостоящая, вы понимаете, что это стоит. Все, вот, Министерство культуры отказалось помогать, вот, в результате был огромный успех, потому что, во-первых, действительно, там была совершенно потрясающая атмосфера. Там люди ходили, останавливались, потом было 5000 людей. Потом, вот, ваши коллеги... Первый канал показывал. Первый канал показывал многократно, кстати. Это потом весь концерт. Хорошая запись, да. Прекрасная запись была. Вот, это было освещено в прайм-тайм новостях. И 1 плюс 1, и АСИТИВЕСТ, и АСИТИВЕСТ, и все, абсолютно, все украинские каналы это осветили. Это был такой беспрецедентный, пожалуй, для Украины, для классической музыки. Вот, опять же, Министерство культуры совершенно не интересовало. Когда после этого недавно их еще раз спрашивал, есть ли интерес, чтобы провести такие... Нету. Нет, ну, мне прямо так не сказали, но я понял, что нету. Пробивать лбом стенку. Да, вот. И получается, что, как бы, ну, невозможно же такие серьезные акции проводить без серьезной финансовой поддержки. Ну, это же нереально, это же все понимают. У нас всегда хватает денег на спорт, всегда хватает денег на попсу. И никогда не хватает денег на классическую музыку. А потом мы удивляемся, почему у нас что-то не так в стране. А что происходит, когда засели попсу? Мы с вами как-то немножко уже об этом говорили. Ну, вот что происходит бездуховно? Ну, вот что происходит? Отупление, облупление. Отупление. Ведь поп-культура вот последних лет, 15, во всем мире, это уже совершенно ясно, что это некий инструмент для отупления, так сказать, массы. Отупление, потому что, ну, тупой массой легче управлять. Вот. Вот еще, если сравнить чисто, ну, профессиональный уровень попсы, наших и, как он, американский или европейский, то наш, он просто ужасающе низкий. Ужасающе низкий. Когда эти люди имеют звание народных артистов Украины, это, конечно, очень смешно. Понимаете, увы, это инструмент обалывания. Ну, это звучит так, как будто бы я какой-то сектант. Но это действительно правда. Мне так грустно стало, что Министерство культуры, никакого участия. И я так думаю, что вот все концерты, которые вы проводите здесь, это вы сами вот на своем борьбу. Вот все это вытаскиваете. И, наверное, если вы ищете меценатов, то вы, Ботвинов, ходите с праздником. Ну, да. Я хожу с праздником этой рукой, да, но КПД этого очень низко. На самом деле, вот тут есть такие вот сентиментальные вещи. Почему я это все делаю? Да, почему вы это все делаете? Почему вы не скажете вообще? Да, потому что вот так получилось. Я вот пытался отсюда уехать, да, из нашей страны. Я уезжал, полтора года жал в Германии. Причем уже очень, то есть, ну как, я уехал играть концерты. Я уехал делать проекты, у меня было все нормально. У меня возникла вот эта вот болезнь, вот эта ностальгия. То есть она существует? Наверное, да. То есть я думал, что у меня ее не будет, потому что, как бы, вроде бы трезвомыслящий человек. И уехал я же не на пособие жить, опять же говорю, то есть я прекрасно по контакту. Концертный, сюда консерен. И возникла, возникла вот эта вот, я это назвал для себя тогда болезнью, вот эта вот ностальгия именно по Одессе. А что? Вот тоска по этому городу, по этим дворикам, по этим улочкам, по этим людям, которых немного осталось. Да, 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 вот это вот все. Вот это все возникло очень сильно. И с тех пор я понимаю, что мне нужно здесь находиться какую-то вот часть его времени. Вот приехать, надышаться. Да, да. Вот. Ну, я могу же это делать и не играть здесь никаких концертов вообще. Да, конечно, приехал, надышался. Ну, вот, да. Ну, понимаете, ну, при этом, вот у меня все время есть вот это вот сентиментальное желание, вот, ну, сделать что-то хорошее и для наших людей. Хотя вы же делаете хорошее, там, получается, вот, так сказать, по всему миру. Ну, вот здесь вот тоже хватит. Ну, здесь хочется для этого города сделать хорошее. И получается, что здесь КПД такой ужасающий низкий. Ведь это довольно-таки унизительно, ходить с протянутой рукой, да? Конечно. И получать 99% отказов нет, нет, нет. Это никому не нужно. Или, извини, не сейчас. Это продолжается постоянно. Вот. В результате, вот, допустим, психанул и проект письмовник я сам спродюсировал и сам тянул. Да, но это бесконечно тоже будет продолжаться, я не знаю, вряд ли будет. И вот вы вот пригласили сейчас приезжать Шишкин. Я хочу, чтобы вы немножко рассказали. У нас программа будет уже после того, как приедет Шишкин. Как вы с ним подружились? Почему? Ну, и вот, что вы волнуетесь, чтобы люди пришли? То есть, как тяжело поднимать? Ну, у нас город такой своеобразный, да. Вот я не знаю, вот действительно, вот, будет ли вот там шлаг, будет ли жиотаж, или же будет небольшая группа людей. Я знаю, что те, кто придут, это будет очень хорошая публика, потому что я знаю, что есть клуб, есть у него поклонники. После вот моего проекта очень много людей прочитало письмовник, знаем, кто такой Шишкин. Есть люди, я знаю, живые фамилии. Шишкин, который вы уже знают. Во всем мире его просто носят на руках. И просто он уже настолько на расхват. И уже перевозят, вот это говорили, там уже 20 переводчиков, уже бог знает на какие языки. Да, на всякие там экзотические языки. 27 языков сейчас переводится письмовник. Я понимаю, что это еще не конец. 27 языков мира. Он весь как поп-звезда на расхват. Его везде называют русский писатель. Он называют живой классик, он называют новый толстой. Вот он сейчас приедет в Одессу. Я не знаю, как его воспримут. У вас есть внутреннее что-то какое-то такое в этом бассейне. Ну да. Да, то есть вы не надеетесь. Я не знаю, я знаю, что он смотрит мой спектакль. Это для меня очень важно. Он приближает посмотреть в первую очередь спектакль. Заодно ему очень интересно увидеть Одессу. Он много о ней слышал. Он никогда здесь не был. Но какая будет встреча его со зрителями, это все непонятно. Потому что я вижу, что здесь есть неадекватные вещи. Допустим, какой-то проект я предлагаю, не знаю, в Швейцарии. Или, допустим, где-нибудь в Германии. И здесь. И вот насколько, казалось бы, здесь должно быть легче. Здесь меня все знают. Я здесь вырос. Я везде говорю, что я люблю свой город. И коэффициент полезного действия в сотни раз меньше, чем там, где я... А у вас есть какие-то объяснения какие-то? Ну, вы же как-то... Ну, нет пророка в своем Отечестве. Размышляли на это? Весь мир смеется над этим маленьким городом из Италии. Я сейчас не помню. Где родился Повороте? Это был единственный город мира, который не признавал Повороте. Но это манюсенький город. Маленькое почти село. Которое, в общем-то, ну, это провинция. Глубочайшая провинция. Так вот, значит, если это происходит у нас в Одессе, значит, мы превращаемся или уже превратились в провинцию? Я просто все еще, я сентиментально верю в то, что это не так. Факты говорят о другом, что мы уже превратились в провинцию. И что очень сложно будет вернуть городу былую славу. Но это все было возможно, если было бы желание. Потому что есть в мире бренд Одессы. Он есть, так сказать. Люди, правда, которые приезжают сюда, многие, они просто в шоке от того, что здесь все это не используется. Почему не используется бренд Одессы музыкальный, или Одессы литературный используется очень слабо? А я хотела сказать, ведь на самом деле письмовник, это же очень грустно. И для чего столько грусти? И это вот зачем? То есть были такие вопросы тоже. Потому что люди не хотят, очень многие. Это некомфортно для души. Это ужасно. Я вообще, честно говоря, в шоке, что вот в Одессе, вот в моем городе, вот на какие-то развлекательные проекты, иногда безумно низкого вообще уровня, ниже пояса, полный зал, да? А вот на этот проект даже, пусть его даже плохо бы играли актеры, пусть даже, так сказать, играл бы плохо пианист. Актеры играют феноменально. Почему здесь вот нет такого, что ломится зал, и нет лишнего билета? Почему это не происходит в этом городе? Значит, городу это все равно по большому счету не нужно. А что было в Питере? Вы сказали, там была вообще гробовая тишина. Там была шлак, гробовая тишина, там был фантастический прием, конечно. Вот, то есть получается, что этот проект все-таки мне нужно было делать в Москве, как мне изначально предлагали. А я, как патриот города, сделал его здесь, и не могу до сих пор найти даже кого-то, чтобы мне немного финансово помогло удержать, или хотя бы что-то еще сделать так, чтобы это закрутилось быстрее по законам шоу-бизнеса, да? То есть получается, что в Одессе нужны только легкие, развлекательные, неважно какие проекты, что в Одессе нужны только ночные клубы, только вот казино откроют со временем наверняка, и вот это будет такое вот, но это будет не Лас-Вегас, потому что Лас-Вегасы от горных заведений, сейчас это стала столица шоу-бизнеса высочайшего уровня. А у нас мы все превратим в такой некий развлекательный центр низкого уровня. В результате, это все к этому идет, в конце концов. Почему у нас в городе взяты театры? Здесь русский театр, украинский театр, ТЮЗ, которые только недавно узнали о том, что он существует благодаря Ноне Гришаевой. Кстати, вот это приятный очень момент. Когда я все время говорил о том, что я хочу сделать подарок самому городу, потом я смотрю интервью с Ноной Гришаевой, и она говорит практически моими словами, что я хочу сделать подарок для Одессы, хочу помочь ТЮЗу. Мне было так приятно, что вот есть тоже человек, который сделал свою карьеру абсолютно в другом месте. Вот была бы Нонна Гришаева так управлялась, если бы она делала все это в Одессе. Ну, очевидно, нет. Конечно же нет. Так вот, и она вот сделала этот проект, очень хороший спектакль, «Варшавская мелодия», и я смотрю, значит, все-таки не только я один, может быть, еще другие люди как-то так подтянутся и будут как-то помогать. Потому что, опять же, она же без спонсоров делает, она сама это тянет. То есть, получается, что в этом городе нужно, как идиоту-бессеребреннику, самому все вкладывать, и говорить, ну, пожалуйста, полюбите меня, пожалуйста. Да еще приходите, еще придите. Когда-то у нас так осталось мало времени, я все-таки хочу спросить, что концерт вот Моцарт в Горсаду, что вы там чувствовали 1 сентября? Замечательно было. Не, ну, во-первых, я сидел, как раз получается, что я мог смотреть вверх на звезды, было полнолуние, были замечательные эти деревья в Горсаду, и я, когда смотрел на публику, они все смотрели на меня. И я видел глаза людей, это было такое чудо, на самом деле. Вот, это было чудо, потому что обычно в концертном зале ты смотришь, как будто публика так, ты смотришь вперед. А здесь так был поставлен реаль, что я смотрел прямо на вот этих людей. Это было потрясающе. У меня нету этой записи, но я нашла запись, я не знаю, может быть, двухгодичные записи давности, когда концерт «Музыка у моря». Там крошечный такой кусочек. Вот мы покажем, я не знаю, там тоже, кажется, Моцарт. Пожалуйста, «Музыка у моря». «Музыка у моря» «Музыка у моря» Вот такой получился у меня сегодня разговор с Алексеем Батвиновым. Огромное вам спасибо. Спокойной всем ночи. Думайте о великом. Субтитры создавал DimaTorzok